Мне отвечать и говорить про это достаточно легко, потому что при большой прожитой жизни возникает эффект специальной фокусировки. То есть ты так или иначе волею судьбы, не один раз касаясь вопросов жизни, смерти и любви, ты все более и более четко понимаешь, что за ними стоит, и все более и более проще говорить. А для меня есть странная такая линия между жизнью и смертью в каком-то смысле нет никакого различия. То есть появляясь как бы из небытия на этот белый свет и проживая жизнь, ты так или иначе всегда шокируешься тем, что жизнь может обрываться, как любой ребенок, впервые встречая смерть бабушки или своего друга, который может, подруги, утонуть, случайно попасть под колеса машины или от какой-нибудь болезни умереть. Это всегда первый шок, что это конечно, это обрывается. Этому есть предел. Это естественно ужасает и ни один из разов, особенно если по детству, возникает то, что называется такой специфический комплекс, который приходится отрабатывать пол жизни впоследствии. Но проживая жизнь и даже уже впоследствии встречаясь с смертью, вопрос становится гораздо глобальнее. А для чего ты находишься здесь и почему обрывается жизнь так резко? Ну допустим, ведь это не очень долго, 50 или 70 лет прожить, а потом накатывает другое поколение. В рамках вот этих других поколений наиболее четко ощущается странная вещь. Жизнь имеет такое продолжение. Вот когда, допустим, идея отца переходит к сыну, будь это ремесло, плотник или будь это, допустим, искусство, как у Баха, то фактически Бах, умирая вообще, прерываясь, он оживает в своем ребенке и, соответственно, его жизнь продляется. Она как бы не конечна. С этой позиции, когда ты начинаешь смотреть на жизнь, ты вдруг понимаешь, ха, тогда ведь, наверное, не столь важна конечность меня, потому как я пользуюсь совокупным достижением, находками, откровениями, открытиями всех людей, которые жили до меня, даром, что они умерли, но я-то что-то могу тоже продлить, дать следующим поколениям. В этом смысле человек как бы растягивается, вот как, что называется, когда ты превращаешься в свет, ты просто свет, ты тянешься. Здесь возникает невероятное ощущение ответственности и гигантской такой битвы со своей косностью, потому что, ну, не секрет, что есть масса таких мешающих нам черт, как слабохарактерность, там, безволие, лень, какие-то моменты депрессии, отчаяния, когда мы слишком много внимания уделяем как бы своему «я». И в один из моментов ты ищешь какую-то грань. Есть ли разница, чем отличаюсь я живущий от неживущего? И ты понимаешь, что сиянием, той гармоничной насыщенностью идеи своего характера и эмоциональной, чувственной окраски, вот своей личности, когда и идет это сияние, ты понимаешь, что самая главная гармония, а пытаясь найти вот объяснение, когда же все-таки гармония во мне появляется, ты так или иначе соприкасаешься с любовью, ибо ты понимаешь, что только тогда, когда ты любишь, жизнь твоя наполняется как бы высшим смыслом, неважно, понимают тебя или нет, но ты чувствуешь, что это не зря, что это будет отдано. Передашь ли ты эту любовь детям своим, которые вырастут и будут сиять так же, как и ты, и что-то сделают? Сможешь ли ты написать какую-то книгу, которая поможет человеку, который живет сто лет спустя, ну, допустим, как Достоевский, которого нет, но он же живет с нами, он как бы жив? И ты понимаешь, что сама физическая оболочка, возможно, конечна, а ее насыщение, вот ее содержание, ее нутро, то, что мы называем личность и душа, она, возможно, переходит в другое состояние. И здесь как раз мы наталкиваемся на барьер религии и существования человека после смерти, ну, имеется в виду личности. И это становится в чем-то даже и манящей вещью. То есть, исполняя определенную работу здесь, ты как бы эмигрируешь. И вот, ну, не случайно люди считают, что тот, кто умер, либо на ходу, то есть, делая какое-то дело, будь это инфаркт, или какой-то инсульт, или какая-то еще мгновенная смерть, то есть, человек просто выгорел, допустим, вот, там, будь это Высоцкий, или будь это там Летов, они все умерли до срока, то есть, им не было даже 50 лет, и тем не менее, столько вложились они в бытие, что просто раз и исчезли, перешли в другое состояние. И это невероятно, это как бы замечательно, но это возможно, когда ты сгармонизирован, ты свою работу, свои представления, свои мечты еще и как-то пронизываешь внутренней любовью. При этом любовь может быть, ну, такой абстрактный термин, а кого? Любовь к чему? Любовь от чего? Любовь зачем? В какой-то момент ты действительно пытаешься понять, что же я могу полюбить, или нужно ли мне что-то любить, но если тебе доводится вот всю свою, как бы, психомоторику характера и генную память воплотить в каком-то деле, которая тебе приносит прям радость, это всегда бывает сначала незаметно, потом ты понимаешь, что вот я хочу это делать. Например, опять же, вот у меня, допустим, тесть был краснодеревщиком, он умер уже от рака, ему это нравилось. Он не собирался быть начальником цеха, мастером, ему нравилось именно работать с дерева, ему нравилось, что он его понимает, он знал твердость, он знал крепкость, он знал, как расположены волокна, он знал, что чем обрабатывать, и это доставляло ему внутреннюю радость. И впоследствии, можно сказать, он бы мог сказать, да, я люблю дерево, да, я люблю плотництво, да, я люблю создавать нечто, и его, этот предмет, возвращать в бытие обратно. И вот внутри любви, вот именно эта граница жизнь-смерть, она вообще стирается. То есть, неважно, умру я или нет, я просто существую, я просто делаю дело. Я как бы над тем, что смертно. И даже если я умираю, я умираю на ходу. Внезапно, не долго болея, не маясь и не тлея в чем-либо. Вот, поэтому, как бы жизнь для меня, это пронизанность любовью и гармонией с тем, к чему как бы ты предназначен, потому что ведь не случайно существуют там какие-то курсы или такие, как бы конкурсы, мероприятия по профилированию человека, чтобы лучше понять, допустим, у него склонность к гуманитарным наукам или точным, склонность, допустим, к искусству или более какой-то работе с людьми. И это не секрет, что люди рождаются разными, и у одного удается одно здорово, а другое так, как ремесло, постольку поскольку, просто человек не на своем месте оказывается. А вот оказаться на своем месте, это и означает, собственно говоря, стереть границу между жизнью и смертью, потому что это становится неважным, как это прервется. Важно становится соприкосновение к этой длинной цепи, как бы рода человеческого получается, хоть это, может быть, пафосно звучит, но ты действительно чувствуешь и Толстого, ты чувствуешь и Леонардо да Винчи, ты понимаешь, что где-то и Ломоносов постарался, чтобы был и я, ибо они делились, ибо они попытались раскрасить мир большим количеством красок, которые позволяют расширять горизонт. И ты тоже можешь внести свою лепту в эту почти бесконечную цепь, пусть она там измеряется ста поколениями или двухстами, но когда этого нет, тогда все становится достаточно жестко и как бы менее красочно, потому что жизнь превращается в то, чтобы как можно дольше вытянуть из своего организма какое-то здоровье, смерть как ужасная граница, которую хочется отдалить, и ты, собственно говоря, начинаешь постепенно сползать в эгоизм, то есть я мне мое, меня интересует только я, и естественно ты начинаешь пользоваться, естественно ты начинаешь забирать, ничего не возвращая, потому что тебя интересует твоя продолжительность жизни, твоя, и ты начинаешь творить и непотребства, и, что называется, злодеяния, крупными они будут или мелкими, это не очень важно, важно, вот, и это, конечно же, как бы большей частью людей, это же отношение к тому или иному событию, это как бы коллективный договор, любить ли это, считать ли это красивым, а это уродливым, вот, поэтому попытка найти, что называется, себя, свое место и слиться, вот, в состоянии любви, как правило, это любовь, на самом деле, как бы бытию, ты чувствуешь себя частью одного большого целого, без ущерба, что ты часть, наоборот, за этой частью ты как бы растягиваешься на это целое, это и есть вот гармония, которая позволяет шагнуть через смерть и быть при жизни, даже не живя этим, ибо в тебе проявляется все предыдущее. Вот где-то здесь находятся границы всех этих трех терминов. Вот где-то здесь находятся границы всех этих трех терминов.